15 тысяч человек. Кажется, на площадь Металлургов пришел весь город. Жителям окрестных домов повезло особенно. Они могли стать участниками большого события, не выходя из дома. А почетные места рядом со сценой им, ветеранам, тем, кто прошел от начала и до конца эту кровопролитную войну, тем, кто встретил тот самый День Победы 9 мая 1945 года. Это самый лучший праздник в жизни, потому что кончилась война, а я в ней участвовала с первого дня, еще будучи школьницей. В руках у каждого цветы и открытки, а сами ветераны при полном параде. Вся грудь в орденах и медалях. На лице улыбка, у некоторых на глазах слезы. От счастья или нахлынувших воспоминаний. Наверное, все сразу. Главное, что объединяет всех присутствующих огромная гордость за нашу страну, за нашу большую победу. Из 54 миллионов человек, погибших во Второй мировой войне, половина – это наши соотечественники, погибшие на фронтах, в госпиталях и умершие от голода и непосильного труда в тылу. И сегодня мы склоняем головы перед памятью павших. Советской армии удалось на всех фронтах переломить исход войны. Не было легких побед. Продвижение вперед приносило жертвы. Но это жертвы были осознанные. Тех, кто не дожил до этого светлого праздника, почтили минутой молчания. Потом зачитали приказ министра обороны России. Собравшиеся хором исполнили гимн страны. Под звуки духового оркестра начался парад. Парадным строем по площади прошли и череповецкие школьники, победители фестиваля строя и песни «Победа, деда, моя победа». За ними – воспитанники кадетских классов, курсанты, офицеры военного училища. Все те, кто защищает нас сегодня. По площади металлурга встроенным шагом прошли тысячи потомков тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Со дня победы прошло 70 лет. А тех, кто видел своими глазами, какой ценой она нам досталась, становится меньше с каждым годом. Наша общая задача – никогда не забывать о подвиге своих дедов и прадедов.